Волочь вообще, я не представляю, как я жила с этим человеком. Я ему так верила, ты не представляешь. Я его спокойно всегда отпускала. Я ему никогда не названивала. Он мог там сказать, я на работе, или я там с друзьями. Я со спокойной душой, я так верила ему. Я думала прям, я радовалась, что у меня такая семья, что он рядом со мной. Я даже подумать не могла, что он мне изменяет. Бля, он экскортницу снимал, она мне сама написала. Он 20 тысяч за нее отдал. Он сидел с ней в ресторане в Живаго и поливал меня грязью, что я плохая мать, что у меня нет материнских чувств. Мне все это передали. Потом экскортницу какую-то Лисан. Я переписку нашла у него с ней. Ален, я не могу поверить вообще, что у меня все так в жизни. Конечно, я уже не вернусь, я на развод буду подавать. Я просто, мне Мироша заболел, я заболела. Сегодня я ездила, свидетельство о рождении Мирошина. Взяла копию, потому что он, походу, забрал. И вот в ближайшее время буду подавать на развод. Я тоже понимаю людей, которые, знаешь, изменяют по пьянке. Их можно понять. А этот человек не пьет, не курит, совершенно адекватный. Я не понимаю, для чего надо было жениться, делать детей, чтобы потом себя так вести. Это просто вот, это не человек. Я не считаю даже его за человека после всего, что он сделал. Она-то на алименты подавала. Но Саша намного добрее у тебя, понимаешь? Он такой человечнее, чем Леша. А этот даже не помогает ребенку. Пять тысяч за все время переслал, и все. А я считаю, у меня денег вообще, Алян, нет. У меня декрет на 13 тысяч. Я уже вся в долгах, как в шелках. Алян, еще какой грех. Он знает там, что ребенок болеет. Уже второй раз болеет так сильно. И он продолжает изменять. И он еще со мной в браке, грубо говоря. И он даже не думает, что это за его грехи ребенок болеет. Алян, еще какой грех. Он знает там, что ребенок болеет. Уже второй раз болеет так сильно. И он продолжает изменять. И он еще со мной в браке, грубо говоря. И он даже не думает, что это за его грехи ребенок болеет. Да ужас, Алян, позор вообще. Понимается измена и с его стороны, что ли, он имеет в виду? Ну да, конечно, теперь уже будет понятно по всем. Мне кажется, после такого опыта тут гадалки ходить не надо. Сразу мошков видно будет. Очень рада, что так в моей жизни произошло. Пока, блин, я молодая и красивая. Что-то не в 50 лет произошло. Все равно Бог всех рассудит. И поэтому пусть живет в свое удовольствие. Ребенка он будет видеть только через суд. Ребенка я ему не дам, потому что я ему абсолютно не доверяю. Возьмет еще куда-нибудь и увезет его. Поэтому на суде будем решать вопрос о том, чтобы он видел его там несколько раз в месяц и все. Он бледует, а ребенок из-за него болеет. Я ему этого никогда в жизни не прощу. Только из-за своего ребенка. Мне плевать там на меня. Мне все равно, как бы у меня уже любви к нему не осталось. А за ребенка вообще не хочу знать его. Я когда говорил, типа, если бы я тебя изменяла, ты бы давно об этом узнала. Давно бы рассказали. Я человек медийный. Вот. И знаешь, вот как Бог наказал, Алиан. Мне сначала, я переписку нашла. Вот. Потом мне скинула, эта экскортница, все рассказала. Потом еще следом в директ мне отправили. И вот ты сейчас сказала. Ну, блин. Конечно, сволочь. Алиан, в любом случае, через суд с ним вообще никаких дел иметь не собираюсь. Я такой человек. Я даже если расстаюсь, просто вот до этого отношения были. Если я расстаюсь, я не могу уже общаться и дружить. Поэтому я с ним никогда общаться не буду нормально. Он для меня просто, этот человек, умер. Вот. Поэтому только через суд. Ну, выйдя летом, он не будет приезжать к Мирошу, гулять с ним. И все. Да я думаю, все равно Мирон ему особо-то и не нужен. Он не помогает на него. И как-то не нужен ему ребенок. Поэтому пусть все будет через суд. Я думаю, что он к ребенку поездит немножечко и перестанет. Тем более я знаю себя. Как только я начну с кем-то жить, и у меня будет мужчина. Мой мужчина ко мне близко не подпустит никого. И не разрешит даже приезжать ему. Но кто признается в своих изменах? Конечно, они будут уверять, что они, когда в отношениях, они не изменяют. А если ты, типа, просто разошлась с ним, поругалась, то, значит, можно изменять. Ну, если они так считают, то пусть гуляют дальше. То есть, что кому они нахер-то нужны будут? Особенно Леша, у которого ни хера нет. Ипотека, еще и алименты сейчас будут. Поэтому сейчас Бог его наказывает. У него ничего нет. Поэтому он вернулся обратно на Дом-2. Бог-то все видит, за детей счастья не даст никому. За такие грехи ихние. Я не хочу, чтобы Мироша его вообще помнил. Я хочу, чтобы у нас был нормальный папа. И Мирон думал, что его папа это другой мужчина. Да какое он ему воспитание даст? Два раза в неделю приедет, воспитывает. И я все равно буду ребенка. Я не хочу, чтобы он даже помнил, что у него был такой папа. Который не думал о нем, изменял, когда ребеночек болел. Нет, он ему не помогает, не общается. Он ушел, когда ребенок был еще совсем маленький. И там уже у этого мальчика другой папа. И он его папой называет. Я не знаю, он вообще знает, что Леша его отец или нет. Поэтому я планирую, чтобы он не виделся с ребенком. Чтобы я устроила свою жизнь. И Мироша думал, что у него другой папа. Не, Алян, я не думаю, что Мирон скажет. В любом случае, когда он вырастет, я ему объясню, как он поступил с нами. И Мироша все поймет. Я объясню, что и в Волгограде у него сын, который ему не нужен. Поэтому нормально все, я думаю, будет. Алян, ну это мы, женщины, понимаем, что смысл жизни в семье, в детях. А многие, конечно, мужчины тоже это понимают. Просто мы выбрали не тех, которые вообще, я не знаю, то ли у него головы на плечах нету, то ли, наверное, головы нету. Глупые. Он постоянно врет, он всем рассказывает абсолютно другие истории, говорит, что я такая плохая, что я его не ценила. Были такие ситуации в нашей жизни, когда его с работы увольняли. Я ему говорила, Леша, не переживай, проживем, все у нас будет хорошо. Всегда с ним шла рука об руку, Алян, никогда мозги не уносила. Всегда его обнимала, целовала. Ну как-то, знаешь, полностью ему отдавалась и верила, что у нас счастливая семья. И когда, конечно, я это узнала, я была в таком шоке. Алян, я не спала, наверное, двое суток. Я закрываю глаза и представляю, как он ей бьет этих баб. Ну это был ад вообще. Все его друзья, я встречалась с Аллой, ну это общая его компания, и там его ребята, друзья. Просто все сидели в шоке. И говорят, типа, блин, Юль, что ему не хватает? Красивая фигура, все в тебе есть. Как бы такой ребенок растет красивый. Типа, мы не понимаем, что ему надо. И даже там сидел один Харитон, муж, знаешь, боец. Он сидел вообще со своей женой, и потом девочки, которые там сидели, сказали, что Харитон глаз, кажется, тебя не сводил. Типа, ты ему так понравилась, что жена даже занервничала. Говорит, Алеша этого не понимает. Ну, как бы, во-первых, ему с Юлей, да, недавно общались, она знает мое отношение к нему. Вот. Ну, то есть, это никак не меняет ситуацию. Ну, в плане, то есть, как бы, я как считала, что он бледун, так и считаю. Это я ему и в глаза это говорю. То есть, как бы, просто как, ну, ну, так, то же самое, что Гобозов. Как бы, душа компании поржать, потусить, как бы, но, особенно, там, кто-то пишет, что, вот, типа, там, она, там, она, типа, с ним изменила. В дебилы, что ли, вы просто дебилы. Просто, где Самсонов и где я? А-а-а, просто, ну, неужели они думают, что я настолько дура просто? Что-то, понятное дело, там, я, ну, уже не малолетка, конечно, 24 года, но неужели они думают, что я, даже не то, что встречаться, они даже, неужели они думают, что я лягу в одну кровать с Самсоновым? Ну, это, блин, это просто, это, это же дно, как бы. Да, пипец, я так мечтаю быть Самсой просто, просто, я просто умираю, как хочу, это же прям вообще, ё-моё. Видели, Юля там выставила историю, и то, что там что-то присылает про Самсона, типа, он там в прямом эфире бабам пишет, ну, в принципе, неудивительно. Я там написала сообщение, типа, там, Юля, не переживай вообще, он не стоит того, типа, там, ты достойно лучшего, ля-ля-ля. Не знаю, может, она на меня обижается, то, что, типа, он там тусил с нами этот Самсонов, ну, как бы, я в любом случае, к ней нормально отношусь, нежели к нему. Я с Юлей сейчас голосовыми общаюсь в ватсапе, пипец, конечно, она вообще там такая вся расстроена, говорит, ей всё время присылают, что он с одной переспал, со второй с эскортницами. А как он правдоподобный, я, типа, ни с кем, я стал семьянином, работа, дом, дом, работа. Да, конечно, блин, просто, это ужас просто, я не знаю, это хуже, чем Гобозов, намного. Даже вот я, ну, мы там что-то болтали с Тони, да, Гобозов-то, как бы, он всегда, как бы, нормальный, да, он нажрётся, и у него крыша едет, понимаешь? А этот-то по-трезвому, он же вообще не пьёт Самсонов, он по-трезвому просто клеится ко всем. Ну, то есть, если бы Гобозов по-трезвый, понимаешь, клеился там, это одно дело, блин. Ну, короче, прикинь, вот разница в чём. Ну, оба кобелины, но просто этот ещё хуже. Блин, в смысле, Ань, мужик, который ко мне клеился, мне пишет, типа, ну, типа, ты в Волгограде, давай увидимся, давай я к тебе приеду. Ну, причём я общаюсь с его, это, како, я общаюсь с его женой, с Юлией, она хорошая девочка. Я знаю, что они сейчас, ну, как бы, разошлись. Ну, блин, да ты чё, не понимаешь, что ли, Ань? Я понимаю, что ты беременна, ну, блин, ты чё? Не, понимаешь, с чем делать их? Я могу так сказать, как бы, мне так всё равно. Ну, просто, блин, прикольно то, что он тут в этом городе, да, я же тоже из этого города. Типа, знаешь, там, с друзьями куда-нибудь сходить, в караоке и так далее. Ну, то есть, вот я так смотрю. Но из расчёта, что вот, другого расчёта, то да, лучше сказать, что я занята, как бы, и всё. Потому что мало ли, блин, чё, потом, ну, нахер. Молочек.